Апокалипсис Здравствуйте! Сегодня у нас очередная беседа по апокалипсису, по таинственным образом Иисуса Христа в этой святой книге для библейского портала «Экзекет». Мы уже отмечали, что Апокалипсис не книга об ужасах и катастрофах последних времен, хотя о них говорится, а это откровение Иисуса Христа. И открыт он в трех образах. Первый образ, первые три главы Апокалипсиса «Сын Человеческий», второй и основной образ с 4 по 19 главы «Агнец Божий», и теперь еще одно видение, занимающее гораздо меньше места, фактически совсем небольшой текст, 20 главы с 1 по 6 стих, или с 1 по 10 стих. Здесь образ Христа в виде ангела. Да-да, есть такой образ. Еще у пророка Исаии сказано о Сыне Божьем, что «Сын дан нам», и даются его образы, и говорится «великого совета ангел». Великий совет — это предвечный совет Бога. Это таинственно изображено на образе животворящей троицы преподобного Андрея Рублева. И в середине чаша закланный телец там изображен. И оттуда, от недр Святой Троицы явился в этот мир вестник великого совета ангел. Есть и в иконографии такие изображения, где Христос изображается с ангельскими крыльями. Не очень частое изображение, однако же имеющее место быть. Вот это апокалиптический образ. И изографы взяли это у Исаии и из апокалипсиса. Христос как ангел. Вот прочитаем этот текст. Иоанн пишет. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключи бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот этот ангел, кто такой? В апокалипсисе ангелов просто очень много. Они взаимодействуют с тайнозрителем, с Иоанном, вводят его, что-то показывают ему или что-то делают там, какие-то чаши изливают на землю и так далее, трубят в трубы. То есть много там об ангелах. И вот опять об ангеле. Но, казалось бы, ангел есть ангел. То есть бесплотный дух, посылаемый на служение человеком, а на небесах возносящий славу Всевышнему. Тут все понятно для христианина, для человека, читающего Священное Писание. Но у этого ангела есть характеристика. «Ангел, сходящий с неба, который имел ключ от бездны». Что это за ангел? Таких ангелов нет. Даже если взять архистратига сил небесных, Михаил, то да, Михаил и ангел его повели в войну с сатаной и низвергли древнего змея с неба. Это есть. Это, кстати, в том же апокалипсисе, в 12 главе. Ну вот и все. Очищено небо. Но у Михаила нет ключа от бездны. И тем более, чтобы туда заключить сатану. Таких сил и полномочий у него нет. И когда однажды, и описывается в послании апостола Иуды, а текст этот взят из неканонических или даже апокрифических, как сегодня их называют, книг позднего иудейства, что Михаил, он вел брань с сатаною насчет тела Моисея. И сказано, и не посмел, и не произнес никакого коризненного слова, кроме как сказал, да запретит тебе Господь. Все. Мы не можем ругаться в адрес нечистых сил. Кстати, это всем христианам надо поймать в виду. Мы не можем уничижительно и презрительно о них говорить. Иногда по острословию христиане себе это позволяют. Это нельзя делать. Архангел Михаил этого не сделал. Да запретит тебе Господь. Именем Моим будете изгонять бесов. Все. Вот эту власть Христос дал христианам, и больше никакую другую. И не сверх того. А здесь мы видим ангела, который имеет ключ от бездны. В первом видении, в первом образе мы уже видели сына человеческого, имеющего ключи от ада. Ну, это разные образы ад, бездна. Одного и того же, вот этого преисподнего места. И поскольку эти ключи, об этом мы говорили, размышляя о первом образе Христа в Апокалипсисе, только в его руках, ключи от Царства Небесного Христос передал Петру и Апостолам, то есть в Церкви, открывается небо, а ад нет. Из Церкви никто не низвергается. Анафема — это не в ад. Анафема — это отлучение от Церкви. Это дозапретит тебе Господь. Это предать вознемождение, чтобы Дух был спасен. Апостола Павла Коринфянам. И не более того. В ад мы никого не можем отправить. И ангелы никого не могут отправить в ад. Это исключительно в руках Христа. И поскольку этот ангел имеет ключ от бездны, то очевидно, что этот ангел никто иной, как Христос. Тот же самый, который в первом видении является как Сын Человеческий. Великого Совета Ангел. Он сходит с неба для того, чтобы иметь вот эти ключи схождения с неба, то есть воплощения от причистой Девы. Он сходит с неба, он имеет ключи бездны. Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить деяние огненной, говорит Христос о себе. И ни о ком другом он такого не говорит. И он имеет большую цепь в руке своей. Цепь – это нечто, чем связывается кто-то сильный. Но цепь обессиливает сильного, обезоруживает его и делает его неспособным творить зло. И вот у этого ангела, у него в руках такая цепь. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана. Дьявол переводится, ну, уже в таком, не буквальном, а в смысловом значении, как клеветник, сатана как враг. Он есть клеветник и враг. Он клевещет пред Богом и враждует. И вот он сковал его на тысячу лет. Как понимать эти слова? Уже в древней церкви были представления, связанные с позднеиудейской апокалиптикой о тысячелетнем царстве здесь на Земле. Оно имело много сторонников и представителей весьма выдающихся в ранней христианской церкви, таких, как Юстин, философ и мученик, святой Рене Леонский и другие. И тем не менее, хотя это учение в церкви было, оно и в наше время иногда появляется, и некоторые толкователи апокалипсия XX века вновь возвращались к этим представлениям. Однако же, ну, можно так выразиться, церковь не санкционировала, что ли, такое понимание, и в церкви преобладает понимание другое. Яркими выразителями этого другого понимания были из тех древних ориген, а позднее блаженный Августин, великий святой отец и учитель церкви, и один из первых истолкователей полностью текста апокалипсиса V век святой Андрей Кесарийский, архиепископ Кесарий Каппадокийский, преемник Василия Великого по кафедре. Они толковали этого ангела, Христа, и это происходящее в первом пришествии Иисуса. Христос пришел разрушить дела дьявола, и говорится, что Он связал сильного. Иисус говорит, как можно расхитить вещи у сильного, не иначе, как этого сильного связав. Тогда можно все, что у него есть, забрать, расхитить. И вот Христос, когда пришел в первом своем пришествии сюда на землю, Он связал вот этой цепью дьявола. «Вот идет князь мира сего, но не имеет во мне ничего, и ныне князь мира сего изгнан будет вон». В Евангелии от Иоанна эти слова. То есть, смотрите, тот же Иоанн, там евангелист, и Он описывает эти слова в их историческом, земном контексте. А здесь это же самое в той таинственной, сакральной, апокалиптической области. Но это то же самое. Христос связал сатану. Это произошло на Голгофе. Он обессилил его. В Ветхом Завете праведники могли исцелять и даже воскрешать мертвых. Илья, Елисей. Но никто из них не изгонял бесов. И сколько бы они ни были праведны, никто из них не был без греха. А Христос связал сатану. И теперь каждому человеку, каждому христианину он говорит, «Именем моим ты можешь исконять бесов». «И каждый христианин, осенив себя крестным знамением и призвав имя Иисуса, ограждает себя от сатаны, и сатана бессилен». То есть, сатана связан, скован тысячи лет, в толковании Августина, Андрея. Это множество лет. Один день как тысячу лет, тысяча лет как один день. То есть, не математическое число, означающее определенный период, а означающее множественность времени. И как толковали многие отцы, это время истории церкви. То есть, вот сейчас идет это тысячи лет. И он низвержен в бездну. Члены Синедриона низвергли в бездну земной гробницы, тело Иисуса Христа, и запечатали. Камень привалили к дверям гроба, да еще и запечатали, и стражников еще приставили. А в это время, там, в преисподней, куда сошла душа распятого, схватила дьявола и низвергла в бездну адскую, заключила его там и положила печать. Пока здесь на земле запечатывали камень от двери гроба, там, в преисподней, Иисус, душа его, запечатывала сатану в бездну и положила над ним печать. Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Кто-нибудь скажет, где сатана только так прельщает, обольщает люди в прелести, в обольщении, сколько в мире зла. Здесь ключевое слово «дабы», то есть мотивация. Это не означает, что его действия в этом мире больше нет. Оно и есть, но если раньше он действовал в статусе князя, он был князь мира сего, и в этом мире были Авраам, Моисей, Давид, великие праведники, народ Божий избранный. Но князь мира сего был сатана. То теперь сатана изгнан. Теперь он не в статусе князя, не в статусе царя, а в статусе разбойника, бандита. Вот у нас же есть разбойники, да, но они же разбойничают. Они не у власти. Вот в этом разница, что сегодня действия лукавых сил – это разбойные действия. Разбойников ловят и садят в тюрьму. И христианин может освободиться от всяких разбойничьих нападений, греховных помыслов, порочных страстей. У него есть сила имени Моисуса Христа, которым он может разрушить силу дьявола. То, чего не могли ни Авраам, ни Моисей, ни Давид, ни все прочие праведники древности. И что может каждый крещенный во имя Иисуса Христа. Так что это не прекращение его действий в этом мире, а он обессилен, а действует он может только с подельниками. То есть те, кто добровольно соучаствует в делах этих разбойников, этих нечистых духов, помыслов и страстей – да. А если мы противостоим Христу, то освобождаемся. Увидел я престолы, сидящих на них. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный Августин толкует исследованием Андрей Кессарийский, что это есть таинство крещения. Это первое воскресенье. Это Пасха. Мы воскресаем из мертвых. Первое воскресенье – это воскресенье души. Наша душа теперь освобождена от зла и греха. Она уже ожила и не един во гробе. Это души, освобожденные, души Христом запечатленные, души царствующие. Христос Рыгнат, Христос царствует. С этим возгласом умирали мученики на аренах Колизея, когда на них спускали львов. Внешне, казалось бы, разгул зла, а царствует Христос. А разгул зла – это разбойников. Дьявол уже давным-давно не князь мира сего. Как таковой он уничтожен. Неблажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ним смерть вторая уже не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Блажен и свят, кто во Христе воскрес первым воскресеньем, духовным. Над ним смерть вторая, то есть смерть первая телесная, а смерть вторая вечная. Она уже не имеет никакой власти. Воскреснувся Христом, родившись свыше, родившись от Бога, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, апостол Павел Кефесян. Вот оно, первое воскресенье. И они будут священниками Бога и Христа. Апостол Петр пишет, что мы царственное священство. То есть каждый христианин, он теперь царствует. Царство Божие есть праведность, мир и радость Духи Святого. Это уже теперь не служение сатане. Это уже не покорность сатане. У нас есть царь, и это Христос. Вот этот ангел, великого совета ангел, и будут царствовать с ним тысячу лет. То есть это нынешнее время. А потом, да, на краткое время он освобождается. Это действительно финальные страницы человеческой истории. Это не тема наших сегодняшних размышлений. А потом уже будет воскресенье второе, или всеобщее, когда воскреснут все, и когда откроются врата вечности, и когда Бог будет все и во всем. А вот сейчас, вот это тысяча лет, вот этот период благодатного царства Христа на земле, и вот этот ангел. И в связи с этим такая интересная ремарка. Дальше Иоанн видит страшный суд, видит небесный Иерусалим. Видения, собственно говоря, уже как таковые заканчиваются. И ему является ангел, который говорит ему, все это запиши, слова эти истинные и верны. Передает слова Христа «Се гряду скоро». Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Это 22-я, последняя глава Апокалипсиса, 8-9 стих. И интересный момент, который нам любят указывать протестанты. Особенности баптисты и другие. И я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и видел, пал к ногам ангела, показывающим не сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Вот нам говорят, у вас там день архангела Михаила, вы там поклон земной ангелу, хранителю или архангелам Божьим. Вот вы противоречите Слову Божьему. Это не так. Слышим звон, но не знаем, откуда он. Как вы думаете, Иоанн Богослов в 90-х годах, да даже если по версии 60-х годов, пишет апокалипсис, он все еще не разобрался, кому можно, кому нельзя кланяться, что вот нельзя кланяться ангелам. Он это что воспринимает как какое-то что-то новое. Кому можно, кому нельзя кланяться, было известно еще со времен Авраама, со времен Моисея. Тут никаких новых откровений нет и быть не могло. Почему тогда Иоанн тут кланяется, а ангел не велит? А нам теперь понятно, потому что в виде ангела ему перед этим являлся Христос. И поскольку здесь еще произвучали слова Сигреду «скоро», вот Иоанн ему и поклоняется. То есть он здесь совершает поклонение не ангелу, а Христу. То есть совершает божественное поклонение. А в данном случае это действительно обычный ангел, служебный дух. И вот поэтому он говорит Иоанну, который в этих таинственных видениях не смог отличить того ангела Великого Завета от этого простого служебного духа. Он говорит, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим. Богу поклонись. Вот. Иоанну тут не надо было учить тому, что только Богу можно было кланяться. Со времен Моисея и Авраама, известно. А здесь вот по этой причине, что Иоанн, он часто не понимал, что он видит в апокалипсисе. Он даже спрашивает, а это кто, а это что. И вот здесь он тоже не распознал, и ангел ему говорит, что нет, нет, я не тот Великого Совета Ангела, которого ты только что видел. Я сослужитель тебе. Ну вот и все. Поэтому к православному почитанию ангелов этот текст 8-9 стих 22 главы не имеет ровного счета никакого отношения. Если действительно кто-нибудь из нас служебного духа примет за Господа Спасителя и поклонится ему как Спасителю, тогда тот, конечно, скажет, нет, этого не делай. А если почитание служебного духа, то мы папочку и мамочку чтим, да кого угодно мы чтим. При любом здравствуй все кивают головой. Это же поклон. Так Богу же одному поклоняйся. Так это поклон почитательный, а не поклон поклонение божественное. Вот в этом разница. Таково третье и последнее явление явление Христа в виде ангела Завета, в виде ангела Великого Завета Божественного, в виде ангела, который сошел на землю и разрушил на ней дела дьявола. Божьи благословения всем! Христа, в виде дьявола, ангела, дьявола,